Доколе не придет небо и земля На первый взгляд, это изречение радикально противоречит образу жизни Иисуса и его отношению к предписанию Моисеева законодательства. Здесь он предстает как требующий буквального и безусловного исполнения малейших предписаний закона, то, чего сам он не делал, когда, например, нарушал субботу. Многие ученые считают, что исторический Иисус не мог произнести подобных наставлений и что они являются плодом творчества евангелиста Матфея. Между тем, аналогичное изречение мы встречаем в Евангелии от Луки, в беседе Иисуса со сребролюбивыми фарисеями, которые смеялись над ним. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна с сего времени Царствие Божие благовествуются и всякий усилием входит в него, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Здесь личность Иоанна Крестителя предстает в качестве водораздела между Ветхим и Новым Заветами. При этом, как и в Нагорной проповеди, о законе Моисеевом говорится как о продолжающем сохранять значимость до конца истории. В научной литературе рассматриваемое изречение нередко трактуется как отражение одной из двух противоположных тенденций в Ранней Церкви. С одной стороны, в ней якобы существовало более либеральное понимание Торы, представленное Стефаном и Павлом. С другой стороны, строгие иудеохристианские общины стремились к абсолютному послушанию Торе. Такая интерпретация исходит из изложенного выше представления о том, что Матфей писал для конкретной общины, и в его тексте интересы этой общины нашли отражение. Однако, ничто не препятствует видеть в данном изречении подтверждение антиномизма, характеризующего отношение самого Иисуса к Моисееву законодательству. С одной стороны, он критиковал буквализм в толковании его предписаний и показное благочестие фарисеев, считавших себя его ревнителями. С другой, он указывал на неприходящую ценность закона и пророков. Свою миссию он видел не в неиспровержении Моисеева законодательства, а в его восполнении. Следуя этому взгляду, христианская церковь не перечеркнула Ветхий Завет, не отвергла ни одной из частей этого внушительного собрания текстов, но весь корпус Ветхого Завета целиком включила в состав своего священного писания. Современная Библия лишь на одну пятую состоит из Нового Завета, четыре пятых ее объема занимают закон и пророки. У первого поколения христиан не было Библии в ее нынешнем составе, не было иного священного писания, кроме Ветхого Завета, который и читался за раннехристианскими богослужениями. После появления Евангелий и апостольских посланий это собрание текстов было дополнено. Евангелие и послания приобрели статус священных книг, но ни одна йота или черта из Ветхого Завета при этом не была опущена. В иерархии текстов, входящих в состав христианского священного писания, Евангелие заняли безусловно первое место. Второе место заняли деяния апостольские и послания. На третьем месте оказался Ветхий Завет. Это наглядно иллюстрируется христианским богослужением, за которым с особой торжественностью читается Евангелие, с меньшей торжественностью прочие книги Нового Завета. В течение года за богослужением полностью прочитывается весь Новый Завет в православной традиции, кроме апокалипсиса. Что же касается Ветхозаветных книг, то псалтирь прочитывается целиком в течение недели, в Великом посту, дважды в неделю. И псалмы, как и в Ветхозаветные времена, составляют основу богослужения. Целиком или почти целиком прочитываются книги Бытия, Исход, Притчей, Пророка Исаии, другие книги Ветхого Завета читаются выборочно. Слова «Доколе не придет небо и земля» отсылают к концу истории. Иисус часто говорил ученикам о том, что миру придет конец. Этому посвящен целый ряд его притч, а также одно из последних наставлений, произнесенные на горе Елеонской. В этой речи он, в частности, сказал «Небо и земля придут, но слова Майи не придут». Что означает это изречение и как оно соотносится с тем, что Иисус в Нагорной проповеди говорит о значении закона и пророков? Думается, это изречение представляет прямую параллель к рассматриваемому фрагменту Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Дважды употребленное слово, один раз переведенное как «доколе», другой раз как «пока», указывает на то, что два события произойдут одновременно – конец неба и земли и исполнение закона. Таким образом, закон продолжает свое действие до конца неба и земли, но его действие не простирается за пределы этого события. Напротив слова Иисуса не придут даже после того, как придут небо и земля. В этом, как нам кажется, и заключается наиболее существенная разница между законом Моисеевым и тем законом, который преподает Иисус своим ученикам. Закон Моисеев имеет ценность исключительно в перспективе земной истории. После окончания этой истории он утратит актуальность. Закон, установленный Иисусом, не имеет ограничений во времени. Он адресован земным людям, но имеет абсолютную, вневременную ценность. Он соединяет время с вечностью, историю с метаисторией. Грань между земным бытием человечества и Царством Небесным здесь полностью стирается. В этом абсолютная новизна нравственного учения Иисуса. Может быть, именно поэтому оно воспринимается как трудно реализуемое в условиях земной действительности, что сфокусировано на ценностях, имеющих сверхмирное, вневременное, метаисторическое измерение.